15 февраля Россия отмечает День памяти соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула афганскую территорию. В этот день командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пересек мост, символизируя этим, что он последний перешел реку Амударья. Правда, в реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. Советский Союз и ныне Российская Федерация, если брать Советский Союз, то участвовала в подобных, исполняла интернациональный долг 27 странах. Куба, Никарагуа, Ангола, Йемен, Вьетнам, Корея и так далее. Не считая Афганистана. Просто Афганистан – это наиболее длительная война после Великой Отечественной войны. 9 с лишним лет находились там, поддерживая правительство Афганистана. Для чего мы собираемся? Друг друга поддержать. Добавлю, что в афганской войне приняли участие более 3000 уроженцев Мариэл. 70 из них погибли в Афганистане. Еще двое числятся пропавшими без вести.